В соответствии с действующим законодательством, Трудовым кодексом Российской Федерации, у нас есть определенная ответственность работодателя перед работником за задержку выплаты заработной платы, а именно 1,03 ставки рефинансирования за каждый день просрочки. Также работодатель несет ответственность административную, то есть вполне возможно после обращения в комиссию по трудовым спорам, соответственно будут привлекать работодателя к административной ответственности, что может привести к наложению штрафа как на само юридическое лицо, так и на физическое лицо, кто управляет непосредственно данной организацией, предприятием. Также в принципе у нас предусмотрена уголовная ответственность за систематическую невыплату заработной платы, либо задержка более трех месяцев. Штрафы совершенно разные, но юридические лица это от 30 тысяч рублей, для физических лиц это от полутора тысяч рублей и выше. За невыплату заработной платы предпринимателю грозит административная ответственность, предусмотрена и уголовная ответственность за систематическую задержку, либо невыплату заработной платы в течение трех месяцев. Штрафы стартуют от полутора тысяч рублей для физических лиц и от 30 тысяч для юридических. Вам нужна юридическая помощь? Задайте свои вопросы юристу. Регистрация по месту жительства не влияет вообще никаким образом на то, чтобы вас не взяли на работу. Это, во-первых, запрещено прямо и трудовым законодательством. Также это подтверждает и Верховный суд Российской Федерации, то есть по судебной практике. Отказать работодатель именно на основании того, что нет регистрации по месту жительства, просто не может. Здесь обращаться тогда в комиссию по трудовым спорам и в суд, для того, чтобы свои нарушенные права восстановить. То есть имеют на это полное право. Конечно, есть определенные нюансы для работодателя. То есть работодателя тоже можно понять в связи с тем, что, допустим, если материально ответственное лицо, тот же бухгалтер, либо определенные экономические должности, которые занимает человек, у которого нет регистрации, и вдруг происходит какое-то недоразумение, хищение или еще что-то, работодателю необходимо обратиться в суд для взыскания. Для того, чтобы взыскать, мы подаем по месту нахождения ответчика. А мест нахождения ответчика, как вы прекрасно понимаете, его просто нет. Поэтому, как бы здесь, ну, конечно, работодателя, еще раз повторяю, понять можно, но это запрещено законом. То есть принять работодатель обязан, даже без регистрации. Отказать по причине отсутствия регистрации запрещено законом. Если все-таки отказали, обращайтесь в комиссию по трудовым спорам и в суд. Вам нужна юридическая помощь? Задайте свои вопросы юристу. На сегодняшний день, в принципе, дано время, то есть 2015 год, так как еще не установлен окончательный срок, когда закончится смена как регистрационных знаков на автомобиле, так и прав украинского образца. Поэтому, как бы, у людей еще есть возможность поменять. Те, которые не захотят поменять, как бы, свои регистрационные знаки, ну, здесь уже, как бы, маленечко по-другому необходимо рассматривать. То есть это, конечно, уже будут автомобили, которые принадлежат гражданам непосредственно другой страны. И порядок въезда и пребывания данного автомобиля уже будет регламентироваться совершенно другим, как бы, законодательством. Номера не соответствуют, как бы, тем требованиям, которые предполагаются в Российской Федерации. У нас есть определенный порядок, допустим, для таможенного союза, да, для пребывания автомобилей из таможенного союза. То есть есть определенный порядок нахождения автомобилей, которые приехали, допустим, ну, за границей, из другого любого, как бы, страны. Обращаются люди по вопросу, что не могут выехать, образно говоря, да, за пределы, на Украину то же самое, для того, чтобы снять с регистрационного учета там транспортное средство и поставить его на учет здесь. В случае, если автомобиль поставлен на регистрационный учет в других регионах Украины, то есть не в Севастополе и не в Крыму в самом, то здесь есть определенная возможность через суд доказать право собственности на автомобиль и поставить его на регистрационный учет здесь. непосредственно по месту нахождения, не выезжая за пределы, да, если нет такой возможности. Но изначально необходимо обратиться в органы, чтобы вам дали отказ, и только после этого с этим отказом необходимо будет идти в суд. Вам нужна юридическая помощь? Задайте свои вопросы юристу. Это проблема, наверное, многих женщин, которые остались с детьми. То есть решить ее, конечно, практически невозможно. Если муж решил не платить алименты, соответственно, как бы платить он, конечно, будет. В любом случае, это у нас есть и уголовное наказание, если идет неоплата. То есть есть также другие административные привлечения. Но есть в чем проблема. То есть если супруг работает на низкооплачиваемой работе, соответственно, элементы будут совершенно маленького размера. И воспитать ребенка на данную сумму будет практически невозможно. То есть содержать ребенка. В этом случае необходимо обращаться к судебным приставам исполнителя. Ну, конечно, опять же, при наличии исполнительного листа. То есть с чего вообще начинают? Начинают с того, что обращается суд о взыскании алиментов на содержание несовершеннолетнего ребенка. После получения решения суда необходимо обратиться к судебным приставам исполнителям для того, чтобы возбудили исполнительное производство. И, соответственно, уже потом вы будете работать непосредственно со своим судебным приставам исполнителем, кто возьмет в производство данное дело. В случае, если не выполняется определенная норма, всегда имеете право обратиться к своему судебному приставу, посмотреть, какая работа была проделана. Если вас не удовлетворяет работа судебного пристава, вы имеете право написать жалобу вышестоящим органам. И, соответственно, я думаю, что данный вопрос решится. Но, опять же, если смотреть на злостных, кто уклоняется от уплаты алиментов на своих детей, ну, как бы найти и заставить их, ну, честно скажу, проблема. Ограничение выезда за пределы Российской Федерации административной и уголовной ответственности ждет неплательщиков. То, что у нас есть граждане, да, сейчас, на данный момент, да, один гражданин Российской Федерации, другой гражданин Украины. И для того, чтобы взыскать непосредственно, как бы, по исполнительному листу, который будет вынесен в Российской Федерации, необходимо будет обращаться в судебные органы в соответствии, опять же, с международным правом, как бы, для того, чтобы утвердили данные решения на взыскание, для того, чтобы предъявить, возможно, было там, где проживает отец. Но это уже делается на территории Украины. Вам нужна юридическая помощь? Задайте свои вопросы юристу. Пишите на электронную почту xdurisobakamail.ru или звоните по телефону 8 978 38 49 69. Знайте и защищайте свои права. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова